Друзья, всем привет! Сейчас я нахожусь на одном из наших объектов, на котором мы делаем утепление мансардной крыши. Хочу сделать небольшой ролик и ответить на вопрос, что делать, когда у вас на крыше, на стропилах используется неправильная гидроизоляционная пленка. Друзья, давайте с вами немножко разберемся в терминологии, что такое мансардная кровля. Мансардная кровля – это когда мы утепление делаем по стропильной системе. Чердак – это когда мы утепление делаем по перекрытию. В данном случае мы утепляем по стропилам, поэтому у нас это мансардная крыша. Есть такое правило по поводу гидроизоляционных пленок. Когда у вас кровля планируется мансардная, нужно использовать правильные пленки, то есть правильную гидроизоляционную пленку. В данном случае у нас пленка чем-то напоминает мешковина. Это неправильная пленка, потому что она пар не пропускает. Друзья, в чем смысл того, что я сейчас сказал? Смысл в том, что когда вы используете правильную диффузионную мембрану, то вы непосредственно утеплитель можете использовать вплотную к пленке. Даже если вы супер профессионально смонтировали пароизоляционную пленку, у вас все равно какое-то количество паров попадает в кровельный пирог. Потому что любая пароизоляционная пленка – это не абсолютная пароизоляция. И за счет того, что у вас паропроницаемая пленка сверху, диффузионная, либо супердиффузионная мембрана, ее кто как и называет, у разных производителей по-разному написано. Но смысл ее в том, что она паропроницаемая. Тот пар, который у вас попал в конструкцию кровлю, за счет того, что у вас сверху идет вензазор между гидроизоляцией и кровельным покрытием. То есть практически весь пар из утеплителя уходит, и в целом ваша конструкция служит вам верой и правдой долгие-долгие годы. Ну, при условии того, что у вас все хорошо сделано, и при условии того, что у вас качественные, хорошие материалы. Когда у вас пленка неправильная, то есть как в нашем случае здесь на этом объекте, то есть она пар не пропускает, то мы уже не можем утеплитель вплотную использовать к этой пленке. Потому что вот в этом месте будет образовываться конденсат, то есть будет образовываться влага, потом эта влага будет замерзать, и когда придет оттепель весной, то уже будет плюсовая температура, вся эта влага будет вам подарком на каких-то отделочных материалах, например, на гипсокартоне, или вон там вот внизу, обычно в карнизном свесе, вот эта влага начинает себя каким-то образом проявлять. Так, здесь вот еще одна комната, устанавливаем утеплитель. Здесь даже вот утеплитель прилип к адресоляции. Короче, классика жанров. Поэтому нужно делать утепление мансардной крыши с двумя вентозазорами. Что такое два вентозора? Один вентозор у нас находится между вот этой пленкой и утеплителем. Второй вентозор у нас находится между пленкой и кровельным покрытием. Если мы посмотрим на нашу мансардную крышу, да, то она у нас простая, двухскатная. То есть у нас все участки, они прямые. Один прямоугольник и здесь вот у нас, здесь вот у нас второй прямоугольник. Что нам нужно сделать? Для чего нам нужен вот этот вот, вот этот вот зазор? Субтитры создавал DimaTorzok Утепление будем делать по ригелю и в коньке мы будем резать пленку. То есть у нас получается, вот здесь вот видно хорошо, вот с этой стороны. Вот видите, вот по этому зазору у нас будет идти воздух и те пары, которые будут оседать вот на этой пленке, за счет сквозняка. Сквозняк будет обдувать эту влагу и в целом у нас конструкция будет работать правильно, никаких проблем не будет. Если мы этот утеплитель сделаем вплотную к этой пленке, то у нас будет проблема. Вот, значит, когда у нас простая крыша, вот мы можем использовать такую схему. Схема называется с двумя вентозазорами утепления мансардной крыши. В чем минус данного решения? Когда у нас используется диффузионная мембрана, у нас утеплитель идет вплотную. Здесь нет никакого движения воздуха. То есть у нас утеплитель, он держит тепло за счет неподвижности воздуха. Чтобы конструкция была максимально энергоэффективна. То есть когда у нас здесь пленка, тот воздух, который проходит по вентозазору между гидроизоляцией и крыльным покрытием, сюда никак не попадает. Поры все равно выходят. Воздух у утеплителя неподвижный. То есть у нас конструкция максимально энергоэффективная. Когда у нас вот здесь вот будет ходить воздух, частично он будет проходить и по утеплителю. Соответственно здесь будет какое-то движение воздуха, поэтому конструкция будет менее энергоэффективная. Вот по факту, да, вот грубо говоря, вот здесь стропила у нас 20 сантиметров. То есть мы здесь делаем 15 сантиметров. Вот этот утеплитель у нас десятка. Дальше мы сюда добавляем пятерку вот здесь вот. Дальше поперек вот этих вот этих стропил мы еще будем добавлять 5 сантиметров утепления. То есть в общей сложности этого материала минеральной ваты здесь будет 20 сантиметров. Но по факту из-за того, что в верхнем слое будет ходить воздух, то есть я думаю, что где-то рабочих будет здесь не 10 сантиметров, а где-то сантиметров 7-8. То есть грубо говоря, у нас получается утепление, утепление этой кровли где-то 17-18 сантиметров. Но по крайней мере здесь точно не будет никаких проблем, потому что мы делаем вентилируемый зазор. Пленка здесь неправильно, но за счет того, что у нас здесь будет вентилируемый зазор, будет идти воздух. С карнизового света мы воздух запустили. Здесь вот в коньке мы пленку порежем, воздух выпустим, сделаем утепление по ригелю. Сама система мансардной крыши будет работать правильно, никаких проблем не будет. Мои рекомендации. Если вы не знаете, какая у вас гидроизоляционная пленка, паропроницаемая или паронепроницаемая, можно провести небольшой эксперимент, очень простой. Взять кусок этой пленки, взять стакан, налить в этот стакан кипятка, сверху на этот стакан положить вот эту пленку и сверху на эту пленку положить какой-то стеклянный предмет. Если у вас стекло верхнее, ну, например, какая-то тарелка или блюдце будет запотевать, то, соответственно, эта пленка пар пропускает. Если пар, условно, у вас не проходит, значит блюдце или тарелка запотевать не будет. Если у вас пленка похожа на мешковину, то это точно пленка, которую пар не пропускает, и, соответственно, вам нужно будет применять вот такой вот метод. Этот метод я рекомендую также применять только на простых крышах. Если у вас какая-то суперсложная кровля, где у вас есть яндовы, хребты и так далее, эта схема работать не будет, потому что у вас будут участки, где у вас, например, заход воздуха будет, а выхода не будет. Или наоборот, у вас выход воздуха будет, а захода воздуха не будет. Очень важно сделать так, чтобы у вас между пленкой и утеплителем ходил воздух. Для этого нужно, чтобы у вас был приток воздуха, как мы делаем в карнизном свесе, и выход воздуха, так как мы делаем утепление паригеля, у нас образуется небольшой холодный треугольничек. И рвем пленку в коньке 5 см, для того, чтобы этот воздух, который попадет в холодный треугольник, оттуда выходил. Вот такая вот небольшая рекомендация. То есть только простые двухскатные прямоугольные крыши, или односкатные крыши, тогда проблем у вас не будет. Соответственно, после того, как эта крыша утеплится, здесь будет монтироваться пароизоляционная пленка, немецкая пароизоляция Delta Reflex, которая герметично везде будет проклеиваться. И в целом система будет работать правильно. Вот единственный момент, утепление фактически здесь будет где-то сантиметров 17-18. Все, если есть какие-то вопросы, пишите. А так, всем спасибо за внимание. Пока!